Всем привет-привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня будем делать с вами расклад на очень важную тему. Его чувства, мысли, намерения, планы. Все очень просто. Это будет небольшой, но очень информативный расклад. И я уверена, что эта тема всегда всех волнует. Давайте сегодня посмотрим на сегодняшний момент времени, что там ваш партнер себе думает, что он чувствует к вам. Какие мысли о вас, какие его намерения, планы и реальные действия. Давайте эти позиции посмотрим на двустороннем тару. Пока готовлю колоду к раскладу, пожалуйста, визуализируйте вашего партнера. Представьте, назовите имя, вспомните подробности его внешности. Напоминаю, что по вопросам обучения обращайтесь, пожалуйста, на WhatsApp. Пишите смс обучения, я обязательно с вами свяжусь, расскажу о моем обучающем курсе. И, как всегда, традиционно, каждый расклад, благодарю вас за ваши донаты, за ваше спонсирование моего канала, за ваши лайки, за ваши комментарии. Огромное вам спасибо. У меня самые лучшие, самые светлые, добрые, прекрасные подписчики именно на моем канале. Я счастлива, что вы все у меня есть. У нас уже почти 140 тысяч, чуть больше, чем за год. Не было бы вас, не было бы вообще и моего канала, и моих раскладов. Благодарю вас, мои дорогие. Итак, я надеюсь, вы уже определились, на кого смотрим. Ну что, у нас здесь Паш Кубков, правда, отвернутый спинкой, повернутый. Но здесь разговор о чувствах, потому что Паш Кубков – это чувства, причем они искренние. Не всегда зрело себя может вести партнер, не всегда брать ответственность на себя, за вас, за ваши отношения. Но по аркану Паш Кубков здесь чувства есть абсолютно однозначно. А тут давайте посмотрим сверху колоды, я тоже смотрю. Ну, здравствуйте. Нам показали, правда, повернутого спиной, но его величество – короля мечей. Либо у вас мужчина сам по себе является королем мечей, то есть принадлежит к воздушной стихии, либо, не обязательно, асцендент может быть в воздушном знаке. Либо мужчина просто вот такой, как король мечей, эмоции от него дождаться сложно, признание в любви так же. Он может, конечно, его может пробить на нежность, но это бывает редко достаточно, потому что все человек пропускает через голову. Очень часто мужчина имеет специальность, очень такую серьезную мужскую, которая требует быстроты реакции, принятия решений быстрых. Я много раз об этом говорила, кто может быть, да кто угодно из таких вот серьезных профессий – военный, врач, пожарный, в органах работать, секретные службы всевозможные, летчик, да даже и водители, и дальнобойщики очень часто отыгрываются по этой карте. В общем, юрист, кстати говоря, адвокаты, юристы, судьи очень часто тоже отыгрываются по этим арканам. Ну, в общем, вот такой товарищ у нас серьезный, давайте скажем прямо. Теперь давайте еще немножко, мне хочется перемешать все-таки колоду, и будем смотреть его мысли, чувства. О, уже что-то вываливается. А вываливается аркан девятка жезлов. Что там между вами происходит? Какие-то встали препятствия, какие-то заборы выстроены. Так, ой, все, давайте смотреть. А ваш мужчина сам по себе? Его мысли о вас, его чувства к вам. Можно заканчивать расклад, в принципе. Потому что основной задачей этого расклада мне было понять, я вообще хотела назвать расклад, любит ли он меня. Но тут, в принципе, все понятно. Так, мужчина, мысли, чувства, намерения. Намерения, планы. Ох, какой тяжелый человек у вас здесь вышел. Ну, любит же, но ведь любит же. А поступает? Реальное действие. Что скрывает от вас? Ну, вот как раз он это и скрывает. Что он король мечей, по сути, своей. Сложно ему проявлять свои эмоции и чувства. Ему проще уйти в пятерку мечей. То есть, я не знаю, причинить вам боль. Сказать какие-то слова, которые ранят вас. Либо поведение какое-то такое. Я недавно сказала, что с видом джентльмена можно поступать по-скотски. Вот это разговор об этом мужчине. Из того расклада перетекла информация в этот. Так, его реальное действие. Правильно же? Да, его намерение. Так, мужчина, мысли, чувства, намерения. Реальное действие, что скрывает? Это что скрывает? Да, скрывает он у нас короля. Так, как будут развиваться отношения в ближайшей перспективе между вами? С точки зрения карт-таро, вообще стоит ли продолжать отношения с этим мужчиной? О-о-о-о. Ага. Совет вам. Так, сразу могу сказать по этому раскладу. Девочки, те, кто раскисает, те, кто переживает, те, кто думают о том, как мне быть с ним. Если чувствуете какую-то вину, либо наоборот его в чем-то обвиняете, чего-то ждете, не можете отвязаться от этой энергетической зависимости от него. Будьте уверены в себе. Вам в совете вышел такой аркан. Я хочу начать прямо с него, с конца расклада, с окончания, шестерка жезлов. Вам совет идет. Будь уверен в себе. Это, во-первых, а во-вторых, девочки, займитесь своей самооценкой. Вам просто срочно нужно повысить свою самооценку. Это не пустые слова полюбить себя. Девчата, полюбить себя – это основное, это самое главное, что должна сделать каждая женщина. Для того, чтобы, во-первых, получать настоящий кайф от жизни, во-вторых, вообще понимать всю полноту и красоту жизни, и, в-третьих, для того, чтобы привлекать соответствующих партнеров, чтобы вам попадались мужчины, реально стоящие того, и чтобы этот человек вас начал по-настоящему уважать и ценить. Он это делает. Но он ведет себя не всегда так, как вам хотелось бы. Поэтому вот эти вот моменты – полюбить себя и почувствовать себя победителем на вот этом самом коне, посмотрите. Победителя встречают, он въезжает счастливый в город, и ему рукоплещут, аплодируют, шапки в воздух бросают, и скандируют ему, кричат, что он победитель, что он лучший. Это вы, и вы должны быть такой. Сразу вам это покажу для того, чтобы была понятна сама канва расклада. Теперь я хочу сразу перейти к аркану чувства мужчины к вам. Этот аркан лежит прямо в центре расклада первого ряда, видите? И это аркан, десятка кубков. И это аркан, повернутый к нам лицом. Мужчина вас любит. Я так прямо и озвучу. Если бы я назвала расклад «Любит ли он вас?», я, наверное, добавлю все-таки. Его чувства, мысли, действия и так далее. «Любит ли он вас?» Этот мужчина вас любит. Но при всем при том, что этот мужчина вас любит, он может вести себя по пятерке мечей с вами холодно, нечестно, использовать какие-то манипуляции, действительно причинять вам боль своими действиями. У кого-то, к сожалению, здесь может отыграться и неверность, и какие-то обманные действия со стороны мужчины. У кого-то, извините, он мог там денег занять не отдать, у кого-то изменить, у кого-то обидеть, у кого-то с лицом джентльмена, как я вам уже сказала, поступить любым образом, по-скотски. Это вот та информация, которая из того самого расклада перетекла сюда. Но то, что он вас любит, девочки, 100%. Этот мужчина не умеет проявлять эмоции. Этот мужчина, даже более того, когда ему что-то не так, не по шерсти, и вы под него, допустим, ему хочется, чтобы вы под него подстраивались, принимали его правила игры, а вы этого не делаете. Он моментально может превратиться в ледяную глыбу. Он может превратиться в короля мечей. Вот он, здравствуйте, это я. Что он скрывает от вас? Скрывает о том, что он, по сути, своей король мечей, и ему достаточно буквально двух секунд, а то и одной секунды, одного мига, момента, чтобы превратиться в эту ледяную глыбу. Он скрывает от вас, что он очень расчетливый. Он скрывает от вас то, что он действительно реально 10 раз отмеряет, один раз отрезает. Он скрывает то, чтобы принять какое-то решение, ему нужны какие-то титанические усилия над собой, для того, чтобы принять в принципе какое-то решение. Тем более решение касаемо вас, к примеру. В общем, здесь вот такой человек, сложный человек, ну что поделаешь, ну вот такого человека нам показали. Но то, что чувства здесь есть, абсолютно однозначно. А какой мужчина? Тройка мечей. Вот лицевая сторона, а нам еще и оборотную сторону показали. Причем обратите внимание, что здесь на этой оборотной стороне, вот он нам его показывает, этого человека, который видит эти мечи, смотрит на них, сокрушается, конечно, но их три. В ваших отношениях есть еще кто-то. Здесь кто-то, есть третий. Смотрите по своей ситуации, кто. Не зря в сигнификаторе вышел именно этот аркан, потому что тройка мечей, это 99%, есть кто-то лишний. Третий лишний. Может быть другая женщина, может быть там бывшая семья, может быть мама, может быть еще кто-то, кто влияет на ваши отношения. Это и дети могут быть, и какие-то другие родственники. Ну вот понимаете, да, что смотрите, как в вашей ситуации. Но вы внимательно посмотрите, и вы увидите. Это три меча. И они пробивают сердце. Причем мужчина здесь, нам не показывают что, а это сердце. Вот оно. Оно пробито мечами. И он стоит и смотрит. Смотрит на эти мечи. Видите? Которые пробили сердце. Вот. Поэтому вот так. Мужчине, вы не думайте, что мужчине все равно. Если между вами сейчас, кстати, еще этот аркан может показывать то, что сейчас между вами ситуация по тройке мечей. То есть может быть поссорились. Может быть какие-то натянутые отношения между вами. Ну в общем что-то, что-то в этом плане. Кроме того, и плюс еще, этот мужчина может вам реально разбивать сердце в сигнификаторе аркан разбитого сердца. Этот человек, да еще и плюс пятерка мечей. Вот. Поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны. Здесь человек ваше сердце точно может разбить. Его мысли о вас, посмотрите. Посмотрите, какой он гордый, еще и повернутый спиной. Король жезлов. Нам его показывают разными, конечно, здесь мужскими арканами. Но, во-первых, он может думать, что у вас есть другой мужчина. Это первое. Второе. Мужчина о вас думает, безусловно. То, что думает, да, но он сам себе запрещает думать о вас. Посмотрите. Вот он, да, он отвернулся спиной, смотрит в другую сторону. Он не дает этим мыслям о вас развиваться с слишком большой, так сказать, страстью и силой. Хотя мужчина страстный, мужчина яркий, мужчина интересный, но он отвернут к вам спиной. Поэтому мысли у него есть, но он сам себе запрещает о вас думать. У очень многих, как я уже сказала, здесь мужчина может думать о том, что у вас есть мужчина, и вы можете от него отвернуться из-за того, что у вас есть мужчина. Тут еще такой момент. В чувствах мне прям не хочется выпускать этот аркан из своих рук, потому что... потому что это аркан, видите какой, да? Более того, в реальных действиях, несмотря на то, что в намерениях у нас выпала пятерка мечей, сложнейший аркан, который нам о том говорит, что если вы с ним сейчас в войнушке, если вы сейчас в натянутых отношениях, либо это между вами происходит регулярно, допустим, то он пока и не намерен из этого аркана выходить, потому что это пятерка мечей. Он может злиться на вас, он может понимать, что сам с вами поступил нехорошо. Но вот это такой аркан. Однако в реальных действиях страшный суд. Посмотрите на этот аркан. Я хочу вот эти два аркана вместе свести и вам показать, чтобы вы сами их увидели. Это его чувства, это его реальные действия. Если это ваш, допустим, муж настоящий, бывший, то здесь есть все вероятности, очень высокая степень вероятности того, что мужчина осознает в итоге, кто вы для него, что вы его судьбоносная женщина. Аркан страшный суд. Вот они, люди, мужчина, женщина, ребёнок, которые предназначены друг другу судьбой. Это люди, венчанные небесами. Это люди, которые даны друг другу неспроста. Поэтому здесь полностью такая картинка, что человек, несмотря на те сложные арканы, которые мы сейчас с вами увидели, он может осознать здесь, по-настоящему осознать вашу важность в его жизни и сделать определённые шаги. Я не говорю о том, что вам стоит эти шаги принять. Посмотрите, какая лицевая сторона красивая, да? Но здесь к нам люди отвернуты спинами. Мы видим ангела большого такого, светлого, красивого. Но с этой стороны люди к нам повёрнуты лицом. То есть недалёк тот день, когда мужчина, у него как глаза откроются, что вообще происходит в его жизни и кто вы есть в его жизни. Но я не говорю, что вам нужно прям бежать, принимать его инициативу. Это ваше дело. Если вы его любите, я не смотрю здесь в ваших чувств. Если вы любите, если вы готовы терпеть и вот это, и вот это, если вы без него жить не можете, и вы способны пережить трансформацию, которую нам показывают, по аркану смерть, смотрите, что скрывает, как будут развиваться события между вами. Между вами будут развиваться события. Причём достаточно неожиданно здесь человек может появиться в вашей жизни, как я вам сказала, либо, если вы с ним и не расставались, продолжаете общаться, здесь могут как-то ускориться события и начать происходить такие события, которых вы даже не ожидаете. Это приведёт вас к трансформации, это приведёт вас к аркану смерть. Скорее всего, вы уже находитесь в этом аркане. Но посмотрите, у нас вышел оборотный, оборотная сторона этого аркана. Скорее всего, пока вы находитесь на пороге этого и вот-вот этот аркан уже должен постучаться в жизнь, либо вы уже начали путь по этому аркану. То есть понимаете, что что-то судьбоносно меняющееся, такое важное в вашей жизни происходит. И это действительно так. По этому аркану опять-таки информация такова, что либо вы эту трансформацию пройдёте и расстанетесь, либо вы эту трансформацию с ним пройдёте и возродитесь к новой жизни. Этот аркан перевернётся вот этой стороной, взойдёт новое солнце, будет новый рассвет и будет всё по-новому. Но для того, чтобы здесь какие-то сподвижки в принципе были, если вы решили уйти из этих отношений, то по аркану смерти аркан победителя шестёрка жезлов. Я вам могу сказать, что вы можете это сделать. Вы всё равно останетесь в плюсе. Вы не пропадёте, всё будет хорошо. Вы справитесь с этой ситуацией. Если же вы хотите с этим мужчиной быть дальше, потому что аудитория зрительская всегда делится на две части чётко. Те люди, которые хотят выйти из этих отношений и уже вышли, либо хотят, но никак не могут этого сделать. И очень часто бывает в раскладах выходит так, что я там спрашиваю, а что будет, если я выйду из этих отношений, если вы выйдете из этих отношений. И нам показывают слёзы, метание, скитание, мучение. Я обычно в этом случае говорю, ну повремените пока не надо, потому что ну вот так показывать, значит слишком будете переживать, ещё вы не прошли те все моменты важные, которые вам нужно было пройти в этих отношениях. Если же я вижу, что показывают, всё будет хорошо, если вы из этих отношений выйдете, я так это и озвучиваю. Если вы выйдете из этих отношений, вы справитесь, у вас всё будет хорошо. Здесь однозначно, да, смотрите. Если вы выходите из этих отношений, вы всё равно выходите победителем. У вас всё сложится хорошо. Если же по аркану смерть, вы все-таки хотите с этим мужчиной возродить отношения. И когда он в вашей жизни объявится с новой инициативой, значит, тогда будьте мудры, принимайте обратно. Но только имейте в виду, что после аркана смерть предыдущий сценарий отношений, он невозможен. Здесь нужно все делать иначе, все делать по-новому. Если вы наступите на те же грабли, то вы придете к тем же результатам, которые были до этого. Но при любом раскладе, при любых обстоятельствах, вы все равно остаетесь на коне, вы все равно побеждаете, вы все равно в плюсе, в выигрыше, и все складывается в вашей жизни хорошо. Запомните это. Но еще то, что я сказала вам в самом-самом начале. Вам очень серьезно нужно подумать именно над самооценкой и вот такими очень важными вещами, о которых я вам уже рассказала, повторяться не буду десятый раз. Я это сказала в самом начале расклада. Наша задача была понять вообще-то его чувства, его мысли, его намерения. Я вам обо всем рассказала, но я еще раз хочу обратить внимание на этот центральный аркан расклада. Вы просто должны знать этот посыл от Карта Ро. Какие чувства этот мужчина имеет к вам. Я все вам рассказала об этих чувствах. Я просто еще раз хочу вам показать этот аркан. Хочу показать этих людей, обнимающихся. Хочу вам показать сложнейшие арканы, которые вышли рядышком. Плюс аркан смерть. Просто сами окиньте взглядом, вы поймете. И аркан страшный суд. Как печать, так сказать, в вашем небесном документе. Свидетельстве о браке вашем небесном. Вот. Поэтому любит ли он вас? Если бы я назвала этот расклад просто любит ли он вас? Я бы сказала, да, этот мужчина любит вас. А все остальное, ну вот, все, что увидела, все, что мне показали, я вам рассказала. Спасибо вам, дорогие, за то, что досмотрели до конца. Как всегда, буду благодарна вам за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Девчата, по поводу техник отвязки, отсушки, смотрите, пожалуйста, мой плейлист «Энергетические практики». Я эту ссылочку ставлю прямо в описании видео. Нажмите на описание видео, вы увидите. Либо на моем канале в плейлистах. Там есть несколько очень действенных, отличных практик, некоторых основаны на техниках НЛП, очень действующих, очень хороших, которые помогут вам, я надеюсь, выйти из сложного эмоционального состояния. Это для тех, кто еще не видел эти практики. Я же вам всем желаю счастья, любви, если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я всех целую, люблю, желаю счастья, любви, всего самого светлого и прекрасного. Всех вам благ, мои дорогие. Пока-пока, до следующего расклада.